Автомашин, в одной из которых находился лебедь, была обстреляна из автоматов и гранатометов. Никто не пострадал, и делегация благополучно вернулась в Москву. А мы имеем возможность показать вам, как проходила сама эта секретная встреча. Примерно в 24.00 в селе Атаги Чеченской Республики начался конфиденциальный диалог секретаря Совета Безопасности России и начальника штаба вооруженных сил Ичкерии Аслана Масхадова, которая длилась более часа. Кстати, Зелимхан Яндарбиев и полевой командир Шамиль Басаев в это время находились в районах, где идут боевые действия, и поэтому в переговорах не участвовали. По завершению беседы Александр Лебедь наотрез отказался дать интервью журналистам и хранил молчание вплоть до самого отлета в Москву. В то же время министр информации Ичкерий Мавладиудугов сообщил следующее. Вот только что закончилась встреча, сейчас по Москве 5.02 с Александром Ивановичем Лебедем. Я должен сказать, что встреча прошла конструктивно, нормально. Прошло знакомство двух генералов, генерала Масхадова и генерала Лебедя. И мы, те, кто присутствовал во время разговора, наблюдали, как два человека, два генерала, два военных, прекрасно друг друга поняли. Я думаю, что появилась на этот раз уже серьезная надежда на то, что два генерала решат проблему и войне будут конец. Как рассказал секретарь Совета Безопасности Дагестана Магомед Толбой, переговоры Лебедя с оппозицией можно считать альтернативным вариантом остановки кровопролития, взамен тому, что предлагает премьер России Виктор Черномырдин, то есть введение чрезвычайного положения. Узнать что-то конкретное о ходе переговоров не удалось, так как и та, и другая сторона обязались не разглашать подробности встречи до официального визита Александра Лебедя в Чеченскую республику. Кроме того, обнародовать результаты секретарь Совета Безопасности счел возможным только после сегодняшней встречи с президентом страны Борисом Ельциным. Что же касается продолжения переговорного процесса, то скорее всего он будет проходить на территории Дагестана. Этот вопрос решится в течение наступившей недели. А посредническую миссию, судя по всему, вновь возьмет на себя председатель Союза мусульман России Надр Хачилаев. Сегодня же в 7.30 утра секретарь Совета Безопасности России Александр Лебедь отбыл из Махачкалы в Москву. Телекомпания М5 специально для НТВ. В пресс-конференции Александр Лебедь опроверг все упреки в его адрес со стороны средств массовой информации, якобы без деятельности и инертности в решении чеченского вопроса. Полномочный представитель президента в Чечне заявил, что не считал возможным без серьезного анализа ситуации выступать с какой-то программой. Теперь ситуация изменилась. Я предполагал, что там дела обстоят неблестящие. Даже знал это. Но не предполагал, что настолько. Я все выводы намерен довести на заседание Совета Безопасности. По словам Лебедя, он объехал достаточное количество населенных пунктов, блокпостов, встретился и с начальником главного штаба чеченских сепаратистов Асланом Масхадовым. Комментируя эту встречу, Александр Лебедь сообщил, что она, по его мнению, должна принести положительные результаты. Мы обсудили сложившуюся ситуацию. Пришли к выводу, что Россия, конечно же, Чечню задавит, если захочет. Но если в этом нужда, вопрос, если в этом необходимость, надо ли убить сотни и тысячи жизней для достижения этой первой победы. Мы сошлись на том, что надо, прежде чем делать какие-то следующие шаги, а эти шаги намечены, для начала надо растащить дерущихся. А вот сейчас генерал Пуляковский выходит на связь с Масхадовым, и они будут оговаривать условия развода войск. В ходе беседы, отметил генерал, затрагивался и вопрос о статусе Чечни. Вопрос договоренности, вопрос статуса. В принципе, статус, тот статус, который имеет сегодня Татарстан, является вполне приемлемым. По сообщению полномочного представителя президента в Чечне, главное, что для него стало очевидным после поездки, это то, что Госкомиссия по урегулированию чеченского конфликта своей задачи не выполнила. Ни в политическом, ни в военном, ни в экономическом плане. Да, вранья там более чем достаточная, в том числе со стороны Даку Гапуровича. Состояние армии Лебедь констатировал как критическое. Те заморыши, которые стоят на блокпостах, голодные, вшивые, раздетые, это никак не может представлять Министерство внутренних дел, это никак не может представлять Министерство обороны.